Жители современных городов все чаще привычным домашним животным, кошкам и собакам предпочитают более экзотических друзей. Герои нашего сюжета взяли в квартиру вроде бы и не чуждых российским людям представителей фауны, но обитающих чаще все же в деревенской среде. В семье Лидии и Марата Мещеряковых весной этого года появились утята. Для развития ребенка, как сказали родители. Он у нас играет в машинки и это его основная страсть. Нужно как-то, мне захотелось, чтобы он посмотрел на что-то еще. Зоопарка нам не хватило, мы в контактный зоопарк ездили. И правда, утята привыкли к людям. Маленький хозяин, трехлетний Леон, с интересом играет с пернатами. К трем месяцам утята значительно выросли. Содержать их на балконе стало неудобно. Вот тогда-то и появилась идея построить уткин дом. Какое-то время жили у нас на балконе. Потом решили, пора бы им в свет выйти. А кто будет обслуживать этот домик? Сами? Так же. Так же, как и домик сами обслуживали. Так же и здесь. Ну, надеюсь, что кто-нибудь поможет. Супруги рассказали о своей идее соседям еще до начала строительства домика. Правда, проект, как сами Мещеряковы называют свою деятельность, поддержали немногие. Взрослые опасаются, что утки привлекут внимание посторонних людей не в качестве пернатых друзей. И все окажется гораздо прозаичнее. Я боюсь, что все-таки их украдут. Все-таки рядом стройки и тому подобное. Очень страшно. Зато местная ребятня с интересом наблюдала за работой по возведению дома для уток. Многие вступили в группу «Уткин и Петровском», созданную ВКонтакте. Голосовали за цвет будущего домика и радовались той суете, которая началась во дворе в это нежаркое лето. Шестиклассник Серафим не пропустил ни одного дня, когда кипела стройка. Сначала я был удивлен, но потом ознакомился, даже чем-то попытался помочь. И мне как-то это очень понравилось. Сами авторы проекта заявляют, стараются для всех, хотят таким образом сплотить жителей двора. Чтобы ребята, дети, которые у нас живут во дворе, могли познакомиться, что это вообще такое живая птица. Что она как бы в магазине берется, не из дерева. Чтобы видели, как растут. Учились немножко общаться с животными. И все же, рассуждая здраво, опасность, что уточке приглянуться недоброжелателям, есть. Волнует это многих, но только не хозяйку птиц. Я верю в людей. Я верю в то, что все с ними будет хорошо. Все люди адекватные, нормальные. Ну да, были некоторые отзывы, что вот они пачкаются. И в основном, конечно, что их украдут. Что их убьют, украдут, собаки загрызут. И ничего с ним не случится. Получится ли у деятельного семейства с помощью своего проекта сделать жизнь двора более интересной, покажет время. К зиме же уток планируют отдать или в контактный зоопарк, или на ферму. Пока вопрос не решен. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжение следует.